Тамбов накрыла молодая волна. Под таким названием в выставочном зале Союза художников открылась выставка. На этот раз ее участниками стали не мэтры-живописцы, а те, кто в самом начале своего творческого пути. У каждого из них уже есть свои профессиональные успехи, участие в персональных, групповых, областных, региональных и всероссийских выставках. Что сегодня интересует современного художника и что он хочет сказать своим творчеством, узнала Елена Хромова. Денис Козловский один из самых молодых членов Союза художников. Ему всего 28. Его работы сразу бросаются в глаза. Взять хотя бы отражение. Вблизи рисунок трудно разобрать. Он как смешанная палитра красок. Но стоит рассмотреть его на расстоянии и сюжет сразу наполняется содержанием. В работе Денис непредсказуем и эмоционален. И эти розы тому подтверждение. Сорвал розы, срезал, поставил их в вазу. Сидел, хотел размешать краски, но что-то мне было как-то лень. И я решил сразу впечатление, чтобы не терять, пальцами намазать. И на одном дыхании где-то часа за два сделал небольшую работу. Исторические события – одна из любимых тем Дмитрия Салычева. Он живет и работает в столице. Каждой своей работой скульптор пытается передать суть и содержание событий. Со студенческих лет ему нравилось изучать судьбы простых людей. На выставке представлено несколько его скульптур. В поисках истины – кулачный боец. Каждую свою работу Дмитрий обдумывает, наполняет смыслом, действием и жизнью. Но к скульптуре он пришел не сразу. У меня был протест против скульптуры какое-то время. Я стал живописом изначально. И уже потом, в зрелом возрасте, в возрасте где-то 23 лет, я уже понял, что скульптура – это все-таки мое. И начал больше внимания уделять ей. Учили все-таки делать более сложные работы, которые имеют какой-то философский смысл. Надо заниматься скульптурой, когда есть что сказать. Когда нечего сказать, то зачем этим заниматься. Это так же, как и стихи писать, так же, как и фильмы снимать. На выставке «Молодая волна» немало полотен, посвященных старому Тамбову. Совсем скоро он станет историей. О том, какая раньше была архитектура и как жили люди, можно будет увидеть лишь на фотографиях и картинах художников. Эта тема волнует и новое поколение живописцев. Фрагменты родного города они стараются запечатлеть и сохранить не только в своей памяти, но и в памяти других людей. У Елены Ланиной Тамбов показан на контрасте. Вот так сейчас выглядит улица Коммунальная или, как ее называют, Тамбовский Арбат. А так раньше выглядела деревня Плетни Расказовского района. У нас в городе, к сожалению, и не только в наших городах, приоритет становится на дидеташке. И поэтому я стараюсь успеть захватить те островки природы, сельского пейзажа, которые еще уцелели. Глядя на работу молодых живописцев, невольно задаешься вопросом, что движет ими сегодня, что ближе им, быть финансово независимыми или все же голодными художниками. Ну, это вот как раз испытание для художника. Не только для молодого, но и для всех возрастов. Конечно же, сейчас вот время требует заработка, денег, но человек все-таки... Мы все знаем про всех самые великие художники все-таки. Они малую часть делали на продажу коммерческой работы, но в основном это был поиск, это сложная, тяжелая работа, недоедание, недосыпание. Художник, конечно, если гонится за деньгами, он не может создать настоящую стоящую картину. Это должно быть всегда на первом месте. Но, тем не менее, художник тоже кушать и хочет. Поэтому настоящий художник – это все-таки тот, который думает, прежде всего, создать хорошее что-то настоящее. Но вы из разряда такие художники? Стараюсь к этому стремиться. В кругу творцов нередко можно услышать, что истинный художник должен передавать на холсте то, что видит, не смог передать, не порть холст. Эти холсты явно не испорчены. Через каждую свою работу художники словно исповедуются. И картины помогают им высказать то, что у них наболело внутри. Право понять и принять эту исповедь остается за зрителем. Елена Хромова, Сергей Фролов, Александр Щеднов. Область новостей.